Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как выразить свою гражданскую позицию и почему нужно ходить на выборы? Об этом говорим сегодня и в нашей студии. Член общественной палаты Самарской области, кандидат юридических наук, профессор Самарского университета Виктор Полянский. Здравствуйте, Виктор Владимирович! Здравствуйте, Татьяна. Начну с такого простого, на первый взгляд, вопроса. Голосование, участие в выборах – это обязанность гражданина, его право или то и другое вместе? Как это можно расценивать? С точки зрения принципов свободы гражданского поведения, участие в выборах у нас является правом, но не обязанностью. И, кроме того, даже голосование тоже является правом, но не обязанностью. В отличие от многих зарубежных стран, где участие в голосовании является обязанностью и даже под страхом наказания, административного, иногда уголовного. И есть в этом определенный смысл, и я думаю, что в определенных ситуациях, тогда, когда складывается очень сложная ситуация с активностью граждан, с возможностью злоупотребления или, наоборот, может быть, в таком поведении, когда невозможно определить желания и интересы каждого гражданина и населения в целом, то в этом случае, возможно, нужно ввести обязательность голосования. Речь не идет об обязательности выбора именно той структуры партийной, либо отдельного кандидата. Речь идет о том, чтобы каждый воспользовался своим правом, но при этом нужно сделать обязанностью и прийти проголосовать. Таким образом, будет польза еще и для, в целом, оздоровления выборной ситуации, потому что иногда те, кто организует выборы, пользуются голосами тех, кто не приходит на выборы и могут вбросить бюллетени. Конечно, сейчас сложнее это сделать, потому что есть много технических средств контроля за поведением организаторов выборов, но, с другой стороны, соблазн остается. И, с моей точки зрения, я бы, например, даже ввел обязательно голосование, коль скоро этим фактором малипулируют. Некоторые ведь призывают вообще не ходить на выборы и таким образом срывать демократический процесс. Да, кому-то не нравится, кому-то, может быть, нравится. Кто-то говорит, нет моего кандидата, но для решения этой проблемы есть другие политические и правовые инструменты. Ну, в частности, если вы говорите, а вот там нет достойного кандидата, а кто вам помешал выдвинуть себя даже, либо выдвинуть представителя какой-то организации, либо заагодя законодательство позволяет создать политическую партию и активно участвовать в процессе формирования представительных органов и выборов должностных лиц. Запрета нет. Более того, наоборот, законодательство поощряет такое поведение. А, следовательно, уповать на такие средства, по сути дела, дезорганизации, как не ходить на выборы, уносить бюллетени и так далее. И даже голосовать против всех. Это не решение проблемы, самое главное. Это, может быть, решение частной задачи определенной группы социальной, которая заинтересована в создании очень сложной ситуации. Я только мягко говорю, уж не буду там по другим направлениям оценивать ее. Им это выгодно, но выгоды для народа нет. И поэтому я говорю, выгода приобретателем в таком случае является корыстный субъект. Это может быть и группа людей, это может быть и отдельный крупный олигарх, например, который способен очень многих купить, в кавычках, я так скажу, и посулами, и непосредственно деньгами. Поэтому ходить, голосовать нужно. Да, человек, существо такое эгоистическое, которое ищет выгоду. Скажите, а в чем все-таки выгода? Вот почему избирателю нужно воспользоваться правом и проголосовать? И что он теряет в случае, если он этим правом не пользуется и вообще не идет на выборы? И что теряет сам избиратель? Ну, хотя бы первое, о выгодах, скажем. Если уж говорить о выгодах, как характеристики интереса и корыстного должны быть интереса. Во-первых, каждый получает своего представителя в органах власти, которые решают очень многие вопросы и очень важные экономические и социальные задачи. Ну, например, бюджет. Бюджет формируется у нас по всей стране, изначально, конечно, правительством, но он вносится в Государственную Думу. И Государственная Дума определяет его основные параметры. И там идет очень серьезная борьба. И те, кто следит за политическими процессами, они видят, как отдельные партии, их представители, до возрождения таких старых и не очень хороших методов до драки доходят, тогда, когда они пытаются делить этот бюджет. И вот чтобы каждого воля и интерес были учтены, надо, чтобы каждый и проголосал за своего кандидата, и тот станет депутатом, он будет выражать интерес соответствующих своих избирателей, как мы говорим, электораты. Но, кроме того, у этого гражданина появляется возможность спросить со своего представителя, и у этого представителя есть непосредственная ответственность перед очень широким кругом избирателей. Не отдельной малой группой, которая сейчас в современных условиях, обычно это 20-30% населения. И представьте себе, если кандидатов будет по мажоритарным, округам 225. Очень незначительная группа, которая может контролировать, и перед которой должен отвечать депутат. Поэтому выгода именно такая, что депутат будет ответственен перед широкими слоями населения, и, естественно, при выборе своей позиции и поведении в Государственной Думе и в других представительных органах, он всегда будет ориентироваться на то, что происходит внизу, там, где его избирали, кто наделял его полномочиями, выдал ему мандат. Так юристы говорят. Если же этого нет, депутаты с своим мандатом, а он у нас по закону и по Конституции свободный, то есть депутаты не связаны с обязательствами перед населением, а тем более, когда малая группа, у них чувство ответственности... Вот в этом-то и проблема вся, да, что выбираем, а дальше... Да, и нужно подумать об этом. Если уж у нас по Конституции свободный мандат, они свободно принимают решение, пусть будет так, но тогда, когда за этим свободным мандатом все равно стоит огромная стена населения, граждан, которые его избирали, у человека будет чувство ответственности. Ну а теперь вот о потерях в случае, если мы не голосуем. Они, собственно, связаны и как раз с этими приобретениями. которые имеет каждый избиратель. Потери — это отсутствие возможности, и, конечно, моральной, прежде всего моральной возможности спросить со своего кандидата. И он уже не кандидат, и депутат. Он ведь может сказать, извините, вы за меня и не голосовали, почему это вы с меня требуете. Вот я приехал в ваш город, вы где живете? Да, а я знаю, в этом районе, там голосовало за меня 5%, а вас тут вон сколько, значит, пришли спрашивать, а почему же не пришли определить судьбу своего депутата на будущее. В этом тоже есть проблема. Но и такие организационно-технологические потери еще. Финансовые сдержки. И финансовые сдержки, это само собой. Но еще организационно-технологические какие? Если мы не ходим голосовать на выборы, то остается свободной строчка в списке избирателей. Я не получил бюллетень. И организаторы, доступно для них все, они видят, что этот гражданин вообще не ходит годами, десятилетиями на выборы, за него можно проголосовать никто и не спохватится. И такие факты бывали. Сейчас не могу судить, но в свое время это было лет 15, например, назад. Почему? Потому что статистика есть такая электоральная. Если ходят на выборы, 20% постоянно люди. Потом 40% ходят от случая к случаю. Это 60%. А 40% никогда не ходят. Вот в пределах этих 40% там можно манипулировать этими голосами как угодно. И те, кто организует выборы, они об этом знают. Тем более у нас ведь в избирательных комиссиях часто перманентно одни и те же люди присутствуют, работают. И я никого не хочу обвинить. Просто это нужно иметь в виду, чтобы понимать. Да, в виду и понимать, к чему это может привести, что может случиться. Поэтому придите сами и проголосуйте. Хотите за, хотите против, но вы проголосуйте, реализуйте свое право. И еще ведь какая проблема? Это ответственность гражданина нашего государства за состояние дел в самом государстве. Потому что государство – это организация граждан. А в каждой организации есть свои органы управления. И в партии, например, члены партии обязаны присутствовать на собрании и избирать органы. Почему гражданин в своей организации не должен избирать органы управления? Должен. Это, конечно, политическая ответственность, политическая обязанность. Ну а я вот сторонник, чтобы она была юридической обязанностью. Это было бы лучше всего. Мы говорим, что голосуют избиратели. А в чем отличие тогда избирателей от гражданина? Вот есть какая-то разница? Конечно, есть. Вот вы говорите, что граждане страны и избиратели. А голосуют избиратели? Да. Граждане страны – это почти все население от мала до велика. А избиратели – это те, кто достиг 18-летнего возраста и плюс еще допущен к выборам, ну то есть он не признан недееспособным и не ограничен в свободе, если он не отбывает наказание в виде лишения свободы по приговору суда. А все остальные голосуют. Это избиратели. А граждане все, в том числе и дети, и малые только родившиеся наши граждане, но они не голосуют, поэтому мы так и говорим. Это население в большей степени в конечном итоге. Но у нас еще есть иностранные граждане, они у нас не голосуют. Вот вы уже сказали о гражданском сознании, о том, что должны жители страны и регионы и города голосовать. А вот так как вы работаете в среде студенческой, у нас есть какое-то гражданское просвещение, чтобы вот уже молодежь, вот мы говорим, что молодежь там мало голосует, чтобы вот на это уже ориентировать не в принудительном порядке сторонникам, которым вы нуждаетесь, а вот именно по зову сердца, как говорится. Вы знаете, надо воспитывать даже и студентов, опять же, с детского возраста. Соответствующее отношение должно быть к гражданскому воспитанию. Оно является частью патриотического воспитания, и через гражданское воспитание должна воспитываться гражданская ответственность. Вот этого нет у нас в должной мере ни в детском саду, ни в школе, ни в университетах. У нас в университете есть для юристов специальный курс, например, «Избирательное право, избирательный процесс». И там мы, естественно, изучаем право, но и параллельно внедряем в сознание наших студентов. Но это специальный курс, там у нас 40, 50, 60 человек, а не все студенты, только часть. И вот у них мы стремимся воспитать ответственность. Более того, мы стараемся сделать их активными, участниками избирательного процесса. Они у нас участвуют в горячей линии, вот сейчас работает горячая линия по связи с избирателем, в связи с выборами, и она на базе нотариального нашего сообщества, нотариата Самарской области. Мы их включаем в разные группы наблюдателей. И вот в прошлые годы, когда закон позволял, мы были представителями от СМИ, и наши студенты и аспиранты, они участвовали в контроле в день голосования. Но сейчас закон это запретил, но мы находим другой способ. Вот сейчас есть возможность создать общественный штат, видеонаблюдение, поскольку у нас теперь будет техническая такая возможность. И контроль в течение всего времени голосования и последующих подведений итогов будет осуществляться на мониторах. Их будет много в определенном месте, и там мы тоже будем использовать студентов и аспирантов. И, естественно, это одновременно практическое воспитание гражданской ответственности и понимание значимости процессов, связанных с подбором наших органов власти. Да, и волонтеры сейчас активно подключились к выборам, они помогают инвалидам добраться до участка и так далее. Вот, это да, следующее направление. Но вот недавно у нас там волонтерство развиваться. Если оно будет иметь именно это направление, ответственность и бескорыстность в отношениях с определенной категорией граждан, а волонтеры обычно для определенной категории граждан, либо там, допустим, спортсмены будут либо болельщики, либо вот инвалиды, либо там другие граждане, они тоже являются проводниками идеи воспитания гражданской ответственности и гражданской позиции. Вот хочется понять, какие рычаги есть сегодня в обществе для того, чтобы повысить вот это гражданское сознание, избирательную активность до того, как голосование не станет обязательным. И вот все, как в вашей такой идее. Но, в общем-то... Как мы можем повлиять? Потому что вот мы фиксируем, процент проголосовавших снижается, там чуть повысился. Но в целом вот массово повлиять, вот на каждого приди по голосу, у нас нет таких рычагов. А чем можно все-таки? Вот как? Вы знаете, конечно, воспитывает сама жизнь. Это первое. И даже вот в плане ответственности, и тогда, когда граждане понимают, что их жизнь, условия жизни, качество жизни зависит от нашего управления, ну, депутаты это тоже, по большому счету, часть управления, да? Представительная власть. Да, представительная власть. Но и не только. У нас и президент выборный, у нас и губернатор выборный. И если они видят, что от них именно зависит качество жизни, то они будут реагировать на это. Но с другой стороны, если улучшаются условия, то снижается... Да, есть такой момент. Что особенность, да, такая психологическая, снижается как раз потребность в реакции на это. Ну и так все идет своим чередом. Но так не бывает. Нет. И поскольку мы часть мирового масштаба, так сказать, отношений и сообщества, а там кризисы и прочее, они влияют на нашу жизнь, мы, вот, например, область, часть всей России, где-то хорошо, где-то плохо, и в зависимости от этих обстоятельств мы будем жить либо лучше, либо хуже, мы должны понимать, что человеческий фактор в управлении, он очень существенный. А поэтому нужно реагировать на тех, кто будет управлять. А мы должны стоять у истоков формирования таких органов. Так вот, как это сделать? Я думаю, что первое, это ответственность политических партий за то, чтобы они думали не только лишь о том, что они вот инструмент управления на будущее через своих кандидатов и депутатов, и президентов, и так далее, а и думать о том, что нужно воспитать избиратель таким образом, чтобы он правильно понимал свою функцию, свою задачу в государственной организации в целом и в отношении партии. И для этого нужно направить им свои усилия на работу в массах. Вот в прошлом я не призываю там к тому, чтобы вот возвратились к коммунизму или и так далее, но дело в том, что у коммунистической партии и раньше большевиков еще, когда она называлась, да, была определенная идеологическая задача. Это воспитывать людей. Воспитывать и сейчас нужно, и без этого невозможно жить. А если мы не будем этим заниматься, не получим нужного результата, не будет продвижения, и прогресс этот будет только лишь на бумаге. А следовательно, нужно воспитывать это. И ответственность на это в первую очередь лежит партия. Ну а они, к сожалению, негласно даже, они не заинтересованы сейчас, например, чтобы ходило большое количество избирателей на голосование, потому что им проще работать с так называемым ядерным электоратом, с маленькой группой. Все равно проголосуют, сколько вот при такой явке, и мы получим мандаты. Но при этом, вот, например, нынешние выборы, и это очень важно, они федерального уровня, и там особый порядок распределения мандатов по партийным спискам. У нас округ включает в себя и Самарскую область, и Ульяновскую, и Оренбургскую. В зависимости от того, сколько будет участвовать в голосовании, придет, и неважно, за кого проголосуют, по областям, столько и получит мандатов. И поэтому я понимаю людей, которые знают всю вот эту вот историю, прошлую и современное положение дел, которые говорят, придите и проголосуйте, неважно, за кого. Потому что, если наша область с нашими тремя, там, с лишним миллионом населения, но и не таким уж большим количеством избирателей, потому что и молодежь еще много, да, недостигшие возраст, 18 лет. Если мы проголосуем массово, активно, ну, 90 там процентов, да, а в других областях проголосуют хуже, то нам, по пересчету мандатов, достанется больше, чем другим субъектам. А это окажется очень важным для того, чтобы наши интересы в Государственной Думе были представлены большим количеством депутатов, мандаты, то есть у них будут. При этом, если наша область будет там хорошо представлена, это будут руководящие посты, там представители комиссий, комитетов, особенно бюджетный, например, там, по промышленности и так далее. Это те комитеты, хорошо бы, которые возглавляют нам, потому что наша область все-таки промышленно ориентированная. И для того, чтобы получить эти мандаты там, мы должны активно проголосовать. И в данном случае корысти никто здесь, вот в Самарской области, не преследует, когда призывает придите голосовать. Более того, какой-то партии это, может быть, окажется даже и не лучшим показателем. Но неважно, кто выиграет в Самарской области, главное, чтобы этот выигрыш был за нашей областью в целом. Вот здесь мы должны быть консолидированы, и партийные дрязги, межпартийные, они должны быть в данном случае оставлены именно в этом секторе. Я понимаю, спорьте, говорите о своих там программах, но призывайте людей идти голосовать, и идете вы в народ. Вот. Обязательно напомните об этом, что это будущее – наша польза, если мы будем голосовать. Если не будем, мы ничего не получим толком. Очень важна роль, действительно, такого гражданского просвещения, образования даже. Я хотела спросить у вас, по вашему мнению, мы живем сегодня в гражданском обществе или массовом? Вот какой градус гражданского общества? К чему? Потому что вот проводится реформа местного самоправления. Она и для того тоже, чтобы поднять активность жителей, и сблизить с властью, и с той, и с другой. Вот меняется как-то ситуация? Можем мы перейти от такого вот общества? Массового общества к гражданскому, как вы хотите сказать. Знаете, это очень длительный процесс, и, в принципе, можно механически подойти к этим понятиям – массовость и гражданское общество. Что такое гражданское общество? Гражданское общество – это, в общем-то, определенная структурированная масса, структурированная, которая имеет определенные цели, задачи своего функционирования и осознает свое положение источника власти, как источника власти, осознает. А у нас, если население не ходит на выборы, оно, значит, не осознает себя в качестве источника власти. Вот это уже один из показателей того, что у нас, если есть структурированность, но не все население осознает важность этого структурирования. Ведь партии сами по себе – это просто некое объединение, клуб по интересам, может быть. Вот когда говорят, давайте дискутировать в партии, ну и не выносите тогда это на общество, это ваше внутреннее дело. А если вы будете выносить на общество, вы будете не партией, а клубом по интересам, и только лишь, потому что общество вам доверять не будет, скажет, они и сами-то не могут еще разобраться, что и как за них еще и голосовать. Это нужно понимать. А наша задача, конечно, чтобы воспитывать гражданское общество, это воспитывать как раз сознательное отношение к себе самому, каждого человека и к обществу, как источнику власти. По Конституции источником власти является народ. Вот когда он осознает гражданин себя как источник власти, тогда он часть гражданского общества, и структуры, которые он создает, они тоже структуры гражданского общества. Но вот я сказал о партиях, которые должны воспитать. Далее, это органы власти. У них должна быть, и она, собственно, эта функция предусматривается законодательством, что через разные механизмы, через культуру, через образование и так далее, нужно воспитывать ответственного гражданина, в том числе и в части формирования органов государственной власти. Вот когда мы говорили о том, чтобы приблизить местное самоуправление к населению, то есть инструменты местного самоуправления, чтобы были ближе самому населению, и создали внутриградские муниципальные районы, избрали советы, создали администрации и так далее, имелась цель такая, чтобы воспитывать у населения, ну, как говорят, социально-психологическую готовность к управлению или самоуправлению в данном случае. Потому что власть-то в районы уже уходит ближе. Да. И если человек не осознает в своей роли, как необходима часть всего этого сообщества, как источник власти, то и не будет гражданского общества, и не будет этого сознания, и не будет, конечно, высокой явки на выборы. Нам бы нужно заниматься этим. И каждый институт гражданского общества должен эту цель преследовать. Я знаю, вот многие общественные организации нашей Самарской области, они достаточно активно в этом направлено работают. Не буду сейчас назвать, потому что тут за агитацию еще, может быть. Они работают в этом плане. И это, как правило, либо вот молодежные с пассионарными лидерами организации, либо старшего поколения. Средняя часть как-то довольно пассивного в нашем населении. И нужно все равно их разбудить, потому что выборы – это конституционная ценность, которая должна работать на наше гражданское общество. Не на государство, не даже вот на институты самоуправления, именно представительные органы и там назначенного через голосование в Думе главу администрации, а именно на гражданское общество, на население. И главным все равно участником выборов является гражданин. Не обязательно кандидат он там. Главное – это избиратели. Вот когда у нас сейчас много споров бывает, но они, кстати, для населения и незаметны. Вот в какой-то части там информация, значит, течет, протекает, и там смотрят вроде как «ах-ах». На самом деле население не очень активно в этом плане. У нас очень спокойная сейчас избирательная кампания по сравнению с некоторыми другими. Хотя определенная часть населения там стремится, ну, активного, избирательного, те, кто кандидат и так далее, стремится раскачать эту ситуацию. Только я думаю, что с какой целью и в каком направлении. Но в любом случае население должно быть активным. И это главное в том, чтобы достичь самых важных высот, которые у нас поставлены в качестве программных целей, задач, связанных с развитием государства, особенно вот в современных условиях. У нас очень сейчас серьезно изменилось направление или вектор экономической политики от сырьевого к перерабатывающей там промышленности и так далее по развитию электроники, машиностроения, ну и прочее. И это нужно поддержать в любом случае. Ну, будут там, допустим, какие-то господствующие политические силы, кто-то будет в меньшей степени там значим для принятия решений, но они все равно будут влиять. Они получат представители нашего населения, народа или избиратели, они получат трибуну публичную. И даже в меньшинстве, если они останутся, они всегда могут сказать трибуны Государственной Думы, Самарской Губернской Думы о том, о чем говорит народ. И что нужно для населения. А это всегда предмет для, в общем-то, разговора предметного, конкретного. И я думаю, что только в этом случае мы получим нужный результат. Понятно. Вот первые шаги сделаны как раз с реформой местного самоправления. Хотелось бы у вас узнать, как у эксперта какие-то первые итоги может подвести. Вот все-таки есть какая-то эффективность, толк? Что-то меняется или нет? Когда власть ушла в районные администрации, приближаются районы к людям, к жителям, к жильцам, там что-то происходит? Ну, вы знаете, одним днем, одним годом ничего не делается. Год, да, почти год. И даже десятилетиям ничего не делается, я вам скажу. Вот, к примеру, для того, чтобы было понятно, сейчас все хотят уже все, ну, как говорится, в рай попасть. Такого не бывает, надо заслужить это. Если мы с прежней системы самоправления жили, начиная с 90-х годов, начало, там, 91-й год, пусть в Российской Федерации, да, по прошлый год, это сколько? 25 лет. А вы хотите за год все изменить? Ну, хотя бы какие-то тенденции. А тенденции есть, тенденции есть, да. Это все-таки то, что сейчас население, например, осознало и понимает. У нас в районе-то вот права-то какие-то есть, но денег-то не хватает. А следовательно, надо что-то делать. И я знаю, по показателям, некоторые районы у нас в городе, они дополнительно получают небольшой пусть, но получают ресурс бюджетный, помимо, так сказать, общего городского бюджета, из которого впечатляются там деньги. Им выделяются на определенные полномочия. И это уже достижение. И, конечно, сразу говорить о том, что вот все уже так радостно будут ходить на митинги, говорить, что самоправление здесь вот в такой форме состоялось. Я думаю, что это длительный процесс. Но главное, что мы разрушили вот эту вот систему отчуждения населения от самоправленческих институтов власти. Ну, например, городская дума и администрация города. Теперь у населения есть возможность решать свои проблемы с районными администрациями. Я вот только что читал, значит, информацию там в интернете по Октябрьскому району. Один факт произошел, и с этим фактом занимается районная администрация. И уже претензии население отдает именно сюда. И это правильно, потому что, во-первых, эта администрация ближе к населению. И, во-вторых, она, эта администрация может проще установить контакт для решения, совместного решения этой проблемы. И она будет ответственна тоже. Но у нас одна проблема по всей стране, это не только в связи с проведением реформы самоправления у нас. Это бюджетные ресурсы. Они ведь не увеличились в связи с тем, что мы технологически изменили механизм самоуправления. А поэтому сейчас задача стоит такая. Мобилизовать население и институты гражданского общества в рамках этих районов на то, чтобы изыскивались дополнительные ресурсы, источники ресурсов. Вот сейчас там рассматривается вопрос о том, чтобы там некоторые штрафные деньги поступали в бюджеты местного сумправления несколько в ином порядке, чем сейчас там платежи некоторые, которые сейчас пока федерального характера. Но это дело будущего. Но нужно все равно развивать свою экономику района, социальные аспекты обеспечивать своими ресурсами. Да, подходит к концу наша программа. Выяснили, вот экономика прозвучала и корыстные интересы. Есть такое. Поэтому хочу у вас буквально 20 секунд. Вот самое ценное, что можно сказать избирателям перед выборами, почему все-таки нужно прийти и проголосовать. Как бы часто не звучал этот вопрос. Вот ваш довод. Ну, если вы хотите сказать почему, то только лишь для того, чтобы мы сформировали ответственную власть. Это самое главное. Независимо от того, за кого вы проголосуете, но придите и проголосуйте. Причем, чем больше придут и проголосуют в нашей области, тем больше возможность получить ответственные представительства от нашей Самарской области. Спасибо большое за такое резюме. Спасибо еще раз и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова